«Анна Азарнина. Если тебя не понимают в классе, что делать?» Читает Наташа Романова. От автора. «Это книга для тех, кого не устраивает положение в коллективе, кого не замечают, кого обзывают, кого оскорбляют. Это книга для тех, кто уже отчаялся изменить свою незавидную роль в классе, обрести друзей, кто не верит, что это возможно. Но это возможно. Только прежде нужно разобраться, почему так случилось. Ведь перед тем, как назначить лечение, врач ставит диагноз. Вот и мы должны выяснить причины твоего недуга в коллективе, а уже потом браться за лечение, а точнее за работу. За работу над собой, над повышением самооценки, над изучением основ общения и умения постоять за себя. А чтобы тебе было понятнее, почему невозможно обойтись без друзей, почему одиночество приводит к стрессу, а порой даже к тяжелым заболеваниям, нам придется время от времени обращаться к медицинским наукам. В общем, дел — непочатый край. Главное, чтобы было не только интересно, но и полезно. И чтобы был результат, к которому мы будем стремиться оба — ты и я. Часть первая. Загадка Светки Сидоренко. Объект для зависти. До пятого класса я с радостью ходила в школу. У меня было много подруг, которые, как и я, кто тайно, кто явно, завидовали Светке Сидоренко. И причин для зависти было несколько. Во-первых, Светка была очень красивая. Во-вторых, в Светку были влюблены все мальчишки. В-третьих, со Светкой хотели дружить все без исключения, или хотя бы быть в ее свите. Мне повезло, но совсем немного. Я оказалась самой дальней из ее приближенных. Но и это было счастьем. В-четвертых, к Сидоренко по-особенному относилась наша учительница Мария Георгиевна. А потому Светке позволялось то, что не позволялось другим. Она, например, могла прямо на уроке встать, подойти к учительнице, приобнять ее, что-то прошептать ей на ухо и вернуться на место. Не знаю, как остальным, но мне очень хотелось тоже вот так встать посреди урока, подойти к учительнице и рассказать ей, что у нас в семье со вчерашнего дня живет ежик. Или что Брызгалов, вот уже несколько дней, пуляет из трубочки в меня и в соседку по парте с моченными слюной бумажными шариками. Фу! Но, конечно же, я, как и все остальные, никогда не решалась на это. Ведь, повторюсь, то, что было позволено Сидоренко, не было позволено другим. Каждому человеку хочется, чтобы его любили. Словом, на светку так и сыпались любовь и восхищение со всех сторон. И такой, которую бы все любили и которой все восхищались, она была одна. В противоположность ей в нашем классе был мальчик по фамилии Потапов. Он сидел за последней партой. С ним никто не хотел не только дружить, но и разговаривать. И если на физкультуре надо было вставать парами, все отказывались вставать именно с ним, несмотря на требования учителя. В четвертом классе Потапова оставили на второй год. И, как ни странно, на его место пришел точно такой же мальчик, который тоже сидел за последней партой, и с которым тоже никто не хотел разговаривать и быть с ним в паре на уроке физкультуры. Почему так? Одни звезды гаснут, другие загораются. Так что же такого было в Светке, что она оказалась центром, пусть не Вселенной, но всего нашего класса? Красивая внешность? Но у нас были две девочки, внешностью ничуть не хуже, чем у Сидоренко. Тем не менее, у них не было свиты, в них не влюблялись мальчишки, а учительница относилась к ним так же, как и ко всем остальным. Эту загадку я безуспешно пыталась разгадать целых четыре года. Но так и не удалось. А с пятого класса у меня началась черная полоса, о ней я расскажу чуть позже, и мне стало не до разгадывания загадок. А примерно с седьмого класса звезда по имени Светка Сидоренко стала постепенно меркнуть, и к концу школы погасла совсем. Но на ее месте к этому времени уже была другая девочка, в которую влюблялись почти все мальчики, и с которой хотели дружить все без исключения. И, как ни странно, у новой звезды была самая обыкновенная внешность. Костер согревает не всех. То, что кто-то в классе купается в любви, как Светка, а кого-то не замечают, как сидящего за последней партой Потапова, казалось мне верхом несправедливости. Но я была убеждена, что это касается только нашего коллектива. Ведь нам говорили, что в обществе все равны. Увы, увы. Оказалось, что это не так. Даже у первобытных людей лакомый кусок мяса мамонта доставался не каждому, так же, как и хорошее место, возле костра. Кто-то сидел ближе к огню, кто-то смотрел на него только издалека, кто-то вдоволь наедался мясом того же мамонта, кто-то довольствовался объедками. И тогда сильные, но недовольные своим положением, сколачивали вокруг себя группу таких же и уходили из родного племени. Они обосновывались на новом месте, а вскоре начиналось все сначала. Ведь и во вновь образованном племени не всем хватало места у костра, и не всех устраивал перепадающий ему кусок мяса мамонта. И тогда сильные, но недовольные сколачивали вокруг себя группу таких же и уходили из этого племени. От эмоционально предпочтительных к эмоционально обездоленным. Загадку популярностей, таких как Светка, пыталась разгадать не только я, ученица начальных классов. Этим вопросом задавались многие, куда более продвинутые умы. А ответ удалось найти в 30-х годах прошлого века американскому психиатру и социологу Джекобу Марына.